Вы знаете, у нас молодая церковь. Молодая церковь, нам всего лишь два года. И мы должны осознавать, что в эти два года мы формируемся. Вы знаете, когда мы формируемся как церковь, какой церковью мы должны сформироваться? Какой? Мы должны сформироваться прежде всего церковью, похожей на Бога. Аминь? Сегодня церковь должна отражать характер Божий. И характер Божий, друзья, какой наш Бог? Кто может сказать громко? Еще раз. Говорят, любящий. Верный. А кто-то один громко скажите. Еще раз. А ну встань. Иди сюда. Иди сюда. Ты должен сказать это, что все услышали. Иди сюда, Сережа. Иди. Давай узнаем, какой наш Бог. Добрый. Я не слышу вашего аминь. Аминь. Сережа, все, что люди говорят, это правда. Бог любящий, верный, всемогущий. Многие бы добавили, Он огонь поедающий. Он судья справедливый. Ну и так далее. Но послушайте, Бог наш добрый. Скажи со мной, Бог добрый. Бог добрый. Скажи, Господь благ. Господь благ. Добр. Добр. Скажи, Он добрый. Он добрый. Все люди, которые имеют христианский опыт в своей жизни. Христианский опыт, друзья, это опыт великих побед. И это опыт великих чего? Поражений. Так или нет, да? Да, да. Это опыт невероятной святости. Аминь? И бывает опыт падений. Аминь. Не слышу. Аминь. Такое ощущение, ты еще не вылез оттуда. Послушай меня. И люди, которые настоящие, нерелигиозные, они признают свои поражения. Они признают, бывают, свои ошибки. Они видят свои промахи. Они видят свое несовершенство. И они говорят, Бог добр. Если бы Он не был добр, мне бы пришел конец. Но Бог добр. Давайте все скажем, Бог добр. Он очень добрый. Удивительно то, что нет никого добрее Бога. Он самый добрый. Сергей, вот скажи, ты знаешь, да, что Бог добр? Да. Да. Это когда-то ты проповедовал и говорил просто об этом. Я очень сильно запомнил, что ты говоришь, я, говорит, имею сказать что-то для вас, для церкви. И все же думали, что пастор сейчас скажет что-то такое, там, да, Бог там всемогущий, там. И пастор так, ну, так сказал, говорит, Бог добрый. Я просто понимаю, что, ну, ты это пережил в своей жизни. И на самом деле я знаю, что каждый человек это переживает, да, в своей жизни, когда Бог, он, ну, по-настоящему добрый, он милостивый, да. Класс, класс, спасибо. Спасибо. То, что ты сейчас вот говоришь, это очень и очень важно в нашей жизни. Когда, знаете, у нас нет познания Бога, познание Бога, это самое важное вообще в жизни. И вот когда у нас нет познания Бога, это как, знаете, это как потеря. Это как потеря чего-то самого важного и самого дорогого. Потому что ты будешь идти за Богом, ты сделаешь для Него все. Ты пойдешь до самого конца ради Него, не ради служения, не ради количества людей, не ради каких-то других целей религиозных, церковных, а только ради Бога. Понимаете разницу или нет? Потому что ты, если познал Бога, какой Он добрый, то ты хочешь всем донести эту доброту. Ты хочешь всем донести, что Бог добр. Ты готов ради Него открывать церкви. Ты готов ради Него вести домашние группы. Ты готов ради Него жертвовать деньги. Ты готов ради Него приходить на ночные молитвы и молиться. Что нас сегодня держит в церкви, друзья, это только Бог. Все остальное это солома, сено и дерево. Как говорит Писание, оно сгорит. Но Бог добрый. Вот что самое главное. Вот что важно сегодня понять. Я думаю, Сергей, как важно то, что ты сказал. Что Бог, какой Он добрый. Пусть Бог тебя благословит. Переживай Божью доброту каждый день. Эмэн. Дайте Богу славу. И вы знаете, мы, как церковь, мы должны познать Бога, как доброго. Как доброго Бога. Вы знаете, эта вера очень важна. Эта вера очень важна. Потому что дьявол буквально каждый день работает над разумом верующего человека. Посылает раскаленные стрелы для того, чтобы убедить человека, что Бог не настолько добрый, чтобы тебя покрывать, чтобы тебя прощать, чтобы тебя благословлять. И когда человек принимает это где-то в своем сердце, он отдаляется от Бога. Он, как Адам, бежит и скрывается, и прячется, когда слышит голос Божий. Потому что ему кажется, что сейчас Бог придет, и он будет его осуждать. Сейчас Бог придет и будет его наказывать. Но, вы знаете, друзья, Бог настолько добр к нам, что передать эту доброту можно только единственным способом. Это показать ее в жертве Сына Своего ради тебя. Чтобы показать свое отношение к тебе, Бог Отец отдал Своего Сына на смерть. Предал его мучениям, позору, стыду, распятию на кресте, как раба. Без набедренных повязок он был нагим. И все это было, чтобы заплатить за тебя. Это раз. Это мы всегда все слышим. Оно уже притерлось. Но это нельзя к этому привыкнуть. Послушай. Но второе. Бог хотел показать свое отношение к тебе. Чтобы ты никогда в самые трудные моменты своей жизни, в самые тяжелые моменты своей жизни, в моменты, когда тебе кажется, ты сам себя простить не можешь. Ты сам себя любить не можешь. Ты сам себя воспринимать не можешь. Ты говоришь это Богу. Но Бог говорит, мое отношение к тебе настолько великое. Ты должен знать, что ради тебя, чтобы ты видел мое отношение к тебе, я предал своего Сына на смерть. Чтобы ты знал, что я тебя люблю. И я любящий и добрый Отец для тебя. Амин. Это важно сегодня. Что церковь должна сегодня отражать? Церковь Иисуса Христа, она должна отражать Божью доброту, Божью любовь, Божью снисходительность. И так, братья и сестры, в отношениях, в наших отношениях, мы должны прийти к тому моменту, когда в нас войдет, когда в нашей крови, в наших костях, в наших глазах будет Божья доброта. Я хочу слышать ваше Аминь. Аминь. Вы знаете, все люди, вот примерно я вам могу рассказать, все молодые проповедники. Вы знаете, чем отличается молодой проповедник от зрелого проповедника? Вы хотите все знать или нет? Молодой проповедник, запомните, когда он становится перед аудиторией, у него есть Слово Божье. Аминь. И разница, смотрите какая, когда он молодой проповедник, неопытный проповедник, Слово Божье для него, это автомат, с которого он расстреливает людей. Он говорит, это меч духовный, так говорит Слово Божье, но он не понимает, что этим мечом можно бить только дьявола. Ни в коем случае этим мечом нельзя рубить головы братьям и сестрам. Кто-то меня услышал или нет? На одном братском совете разбирали одного брата. Потому что его жена пришла и сказала, что он ее побил. И когда его вызвали и сказали, как ты мог ударить свою жену? Он говорит, братья, так вы же мне сами говорили, когда она кричит, ты ее Словом Божьим, Словом Божьим. Молодой проповедник, он всегда будет очень строгим, резким, грубым. Он не снисходительный, он требовательный. Не к себе, конечно, к другим. Он очень великодушен к себе, поэтому он прощает себе все грехи. Но если он свой грех увидит в ком-то, он его осудит, накажет и может даже к вечному аду приговорить. Но зрелый проповедник, послушайте, он берет Слово Божье, и он говорит, Слово Божье – это елей и вино, чтобы вылить на твои раны, чтобы перевязать твои раны. Это посох для того, чтобы дать тебе, чтобы ты смог идти. Это сила для того, чтобы передать ее тебе. Зрелый проповедник, он никогда не расстреливает людей, он всегда поддерживает людей, он оживляет людей. Слово Божье для него – это живая вода. Скажи аминь. И он ее дает каждому, и он исцеляет людей Словом Божьим. И вы знаете, сегодня мы молодая церковь, здесь, в Киеве. И те, кто смотрят нас, пастора, наши интернет-домашние группы, послушайте, все служители, сегодня я говорю важную вещь для всех, потому что мы молодое движение. Мы должны знать грубость, оскорбление, всякого рода, не снисходительность к людям. Это должно быть искоренено из нашей церкви. И все скажут – аминь. Я прошу, громко скажи аминь. Аминь. Мы не должны допустить, чтобы это было. Многие люди даже не понимают, насколько мне, как пастору, больно, когда я слышу, что какой-то служитель кого-то или унизил, или оскорбил, даже просто неуважительно отнесся. Я не понимаю этого. Потому что я знаю, что ничего дороже людей нет. Иисус умер за людей. И наша задача, как зрелых людей, скажи, я зрелый человек. Вы понимаете, хоть мы и молодая церковь, хоть мы молодое движение, те, кто нас смотрят, послушайте, мы должны быть все равно зрелыми людьми. Я вижу людей, которые буквально недавно в Боге, они слушателя, но у них есть мудрость. И Писание говорит, посмотрите, что Писание говорит. Давайте просто с вами будем зачитывать. Буквально несколько мест Писания и все. Послание Иакова. И здесь говорится. 13 стих 3 главы. Мудрый и разумен кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Скажи со мной добрым поведением. Еще раз скажи добрым поведением. С мудрою кротостью. Служитель, сотник, лидер, послушайте, любой руководитель, дорогие друзья по телевидению, он должен доказать людям, что он мудрый. Эмэн. Добрым поведением и кротостью. Я хочу ваше аминь услышать. Вот эта мудрость, которая так важна в церкви, это зрелость. Здесь говорится, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Я знаю точно, что, друзья, я вам просто говорю, послушайте, и я говорю это с полной ответственностью. Я каленым железом буду искоренять из церкви всякого рода грубость, контроль и всякие неправильные вещи. Вы меня все услышали или нет? Дайте Богу славу, потому что церковь Иисуса Христа, она должна отображать его характер, его любовь, его доброту, его правильное отношение к людям. И Писание говорит, он, будучи Богом, он стал рабом, он взял в 13 главе Иоанна, он взял, припоясался, взял воду, налил туда сам, пришел и начал умывать ноги своим ученикам. Настоящий сотник, запомните, настоящий пастор, настоящий служитель, он всегда будет служить людям, прежде всего. Он всегда будет склоняться перед человеком, чтобы послужить ему. Он не будет господствовать, он не будет подавлять, он не будет делать этих ненормальных вещей. И сегодня я обращаюсь к каждому служителю. Если где-то, я правду говорю, где-то я буду слышать подобные вещи, я буду снимать служителя, потому что такой служитель недостоин служить. И уже на этой неделе я уже двоих снял. Несмотря на то, что это моя команда, не имеет значения. Послушайте, самое главное, правильно относись к людям. Людей нам доверяет исключительно Бог. Только Бог. Кто-то скажет, а точно Бог доверяет? Я тебе это докажу. Я пастор церкви. Слушай внимательно. И я начинаю церковь еще когда-то давно в Днепропетровске. Я раздавал тонны литературы, брошюрок. Я ходил по улицам, я проповедовал, я пел на гитаре, играл, пел, делал все, что угодно. Людей в церкви не было. Пока однажды Бог меня не посетил. И когда Бог меня посетил, одна из вещей, которую я от Него пережил, Он мне дал это. Он сказал, я даю людей. И никогда ты сам, ни одного человека, не можешь привести ко мне. Рождение свыше. Или человек в церкви, это работа Святого Духа. Только Святой Дух может взять человека, работать над ним до этого полгода, год, три года, а может десять лет. И потом Он его приводит и доверяет тебе лично. И ты ответственный за этого человека перед Богом. Кто-то аминь скажет здесь или нет? И вы должны точно это знать, что это не вы привели человека. Это не ваши брошюрки. Это не ваша реклама. Это все мертвые дела. Только Дух Святой на самом деле может человека родить свыше. И послушай, что происходит. Когда Бог доверяет нам людей, Он нам их доверяет с верой в нас, что мы склонимся, как Иисус, и послужим этим людям. Апостол Павел, послушайте, это был профессионал в духовном служении. Это был человек. Я скажу вам, он был непревзойденный, потому что он открыл множество церквей. Он написал большую часть Нового Завета, и это сделал Дух Святой через него. Он знал, как строить церковь. Он знал, как работать с людьми. Он знал, что нужно. И смотрите, что он говорит. 12 глава Римлянам. Будьте, 10 стих, братолюбивы друг к другу с нежностью. Это говорит супердуховный человек, который на самом деле в своем характере, как мужчина, как мужик. Он был очень серьезным. Он проходил избиение. Его били палками. Он тонул на этих кораблях. Его растягивали на ремнях. Его пытались массово убивать. И его спасали прямо воины и несли на руках, чтобы его не убили. Это был мужчина, у которого был железный характер. Железная воля. И он говорит, что на самом деле Дух Святой работает не через жесткость. Скажи со мной аминь. Скажи не через жесткость. Дух Святой работает. Скажи громко. Через жесткость. Скажи еще раз. Дух Святой работает. Не через жесткость. Дух Святой работает. Через нежность. Он говорит, будьте, братолюбивы друг к другу, С нежностью И дальше говорит такие слова В почтительности Друг друга предупреждайте Перевожу вам слово Предупреждайте, опережайте В почтительности друг друга опережайте Хочешь иметь на себе святой дух? Хочешь работу святого духа? У тебя должен быть сокрушенный Характер У тебя дух твой должен быть мягким Скажи со мной мягким Сокрушенным И когда ты опережаешь людей В почтительности Опережаешь, то есть он хотел тебя почтить Не успел, потому что на тебе помазание Скажи мне Он хотел почтить, но ты Быстрее, мягкий характер Ты в первую очередь Ты опережаешь в почтительности В уважении В почтительности, в уважении В почтительности, в уважении И из-за этого Дух Святой Начинает доверять тебе Людей Скажи, из-за этого Дух Святой Дух Святой Начинает доверять тебе Множество людей Потому что он видит Что ты Обережаешь В почтительности Ты любишь Аккуратно С нежностью Ты к людям Открыт Из-за этого Начинается Рост вокруг тебя Потому что Дух Святой Доверяет тебе Людей Дух Святой Видит Что если к тебе Попал человек То если он раненый Если он разбитый Если он в депрессии Разочарованный Поломанный Отступник Рядом с тобой Он расцветет Как роза На которую Начали лить воду Аминь Дай Богу славу Халилюя И мы в церкви И все кто смотрит нас Друзья Все служители Все лидеры Все пасторы Все интернет домашки Послушайте дорогие Нужно сегодня Закрушить Всякую гордыню Всякую грубость Всякую жесткость Убрать это И искоренить Как мусор Из своей души Иначе людям служить С нежностью С почтением С уважением И мы увидим Как сам Бог Приблизится к нам И сам Бог Послужит нам Ты скажешь на это Аминь Аминь Аллилуйя Посмотрите Что говорит Писание Был такой царь Который стал После Соломона Вы знаете Соломон Это был человек Очень мудрый Очень мудрый И у него родился сын И вы знаете Целая история была Из-за того Что Соломон Согрешил Из-за того Что Соломон Он начал поклоняться Идолам То в жизни Соломона Уже Бог сказал Что когда Будет его сын То именно Сын Понесет Это наказание И когда Родился сын К сожалению Сыну Не передалось Благословение От отца И когда Он родился Он рос Все было нормально Но потом Пришло время Царствования Я вам зачитаю 12 глава 3 царства Пришли люди К Раваму Пришли люди И говорят Отец твой Наложил на нас Тяжкая Ига Ты же Облегчи нам Жестокую работу Отца твоего И тяжкая Ига Которое Он наложил На нас И тогда Мы будем Служить Тебе И сказал Он им Пойдите И через 3 дня Опять придите Ко мне И пошел Народ Царь Равам Советовался Со старцами Со Зрелыми Людьми Да Так можно перевести Которые предстояли Пред Соломоном Отцом его При жизни его И говорил Как посоветуете Вы мне отвечать Народу Сему народу Они говорили ему И сказали Внимание Если ты На сей день Будешь слугою Народу Сему И услужишь ему И удовлетворишь им И будешь говорить Им ласково То они будут Твоими рабами На все дни Вы слышите Они говорят Если ты Будешь слугой Народу И удовлетворишь Им И здесь говорится Будешь говорить им Как Скажите громко Ласково Ласково Не так Как бывает Наш сотник Говорит Правда Как скажет Так скажет Мне люди Подошли Говорят Вот сказал Вот так Я говорю Не может Такого быть Ведь люди Так не говорят Оказывается Может А он говорит Если Будешь Говорить им Ласково И вы знаете Друзья Мы должны Стремиться К тому Чтобы Говорить Друг с другом С уважением Кто здесь Амин скажет Скажи Соседу Сейчас Я буду Говорить С тобой С уважением Скажи Другому Скажи С этого Дня Мы будем Говорить Только С уважением Аллилуйя Скажи Соседу Ты Меня Уважаешь Скажи И я Тебя Уважаю Значит Мы Уважаем Мои Люди О Иисус О Иисус Восьмой Стих Но Он Пренебрег Совет Старцев Что Они Советовали Ему И Советовался С молодыми Людьми Которые Выросли Вместе С ним И Которые Предстояли Перед Ним И Сказал Им Что Вы Посоветуете Мне И Говорили Ему Десятый Стих Молодые Люди И Сказали Так Скажи Народу Сему Отец Твой Наложил На нас Тяжкое Иго Ты Жи Облегчи Нас Так Скажи Мой Мизинец Толще Чрез Отца Моего Слышите Ты Хочешь Сказать Что Тот Сотник Был Плохим Да Я Буду Еще Хуже Ну Это Примерно То Что Ему Советовали И Вот Он Дальше Говорит Итак Если Отец Мой Обременял Вас Тяжким Игом То Я Увеличу Иго Ваше Отец Мой Наказывал Вас Бичами А я Буду Наказывать Вас Скорпионами Представьте Себе У людей Есть Такое Мышление И я Вам Говорю Что Это Мышление Людей Которые Как Правило Будут Всегда Иметь Поражение И Писание Говорит Что 12 стих Что Они Пришли Он Это Все Им Сказал 16 стих И Увидели Все Израильтяне Что Царь Не Послушал И Отвечал Народ Царю И Сказал Какая Нам Часть В Давиде Нет Нам Доли Сыне И И И Ушли И Он Остался Ни С чем Я Вам Хочу Сказать Что Сегодня Когда Мы Служим Людям Понимаем Ли Мы Что Мы Должны Быть Мудрыми Служителями Мудрыми Проповедниками Что Мы Должны Быть Мудрыми Сотниками Мудрыми Пастырями Кто Аминь Скажет Здесь Лидерами Домашних Групп Помощниками Наставниками Мудрыми Которые Людей Поднимают И Когда Именно Это С нами Происходит Когда Мы Начинаем Служить Людям Друзья Мы Исполняем Заповедь Люби Ближнего Своего И Мы Должны Любить Своего Ближнего Потому Что Это Заповедь Когда Есть Две Заповеди Возлюби Бога И Возлюби Ближнего То Вы Должны Знать Как Это Работает Заповедь Сама По Себе Не Будет Никогда Исполняться В твоей Жизни Чтобы Заповедь Исполнялась Вот Существует Слово Ты Должен Себя Подчинить Этому Слову Поставить Под Это Слово То Сказать Я Не Выйду За Рамки Этого Слова Ты Должен Укрыться В Этом Слове И Сказать Я Живу В Этом Все Чему Ты Себя Подчинишь В Библии Высвободит На Тебя Благословение